Всем привет! Сегодня мы познакомимся с одним из старейших и легендарных ретро-дистрибутивов Slackware Linux, который поддерживается разработчиком и по сей день на протяжении уже 26 лет, содержит преимущественно ванильные пакеты и практически не содержит в себе модификаций, за что считается самым униксовым дистрибутивом Linux. Хочу поблагодарить всех, кто подписался на канал и смотрит мои ролики. Спасибо вам большое! А если ты в первый раз на этом канале, рекомендую подписаться и обязательно оставляйте свои комментарии. Ну а сейчас немного теории. Итак, Slackware Linux это один из первых Linux дистрибутивов, получивший широкое распространение. Хочу заметить, что у таких дистрибутивов было трое. Это Debian, Slackware и Red Hat. Три самостоятельных дистрибутива, на базе которых в дальнейшем появились уже другие дистрибутивы. Главное отличие всех трех друг от друга в том, что Slackware предлагал простоту, Red Hat отличался проработанностью домельчайших деталей и встроенными конфигураторами, а у Debian был apt, который позволял автоматически выкачивать софт из интернета. Но простота Slackware тут в понимании того, что система не усложнена дополнительными функциями. Например, пакетный менеджер примитивен и не разрешает зависимости, и приходится делать это вручную. Пакетная база небольшая, и в репозиториях может не быть некоторых пакетов, и придется собирать необходимые пакеты самостоятельно. Да и вообще, создатель дистрибутива не гонится за свежими обновлениями и программами, и поэтому дистрибутив кажется немного устаревшим. Но это обуславливает его стабильность, так как в Slackware используются стабильные и проверенные временем пакеты, а релизы выходят долго. Но они выходят тогда, когда релиз полностью готов и протестирован. В отличие от других дистрибутивов, то каждое новое обновление не вносит серьезных изменений в систему, поэтому система более стабильна. Более подробные характеристики и опеты на вопросы по Slackware я прикрепил в описании, можете почитать, кому интересно. А теперь перейдем к практике. И для начала скачаем и установим данный дистрибутив. Обратите внимание, что есть две версии выпуска дистрибутива. Это Stable, стабильная, и Current, тестируемая. С официальной страницы вы можете скачать только последнюю стабильную версию дистрибутива, версии 14.2, на момент публикации этого ролика. Ну а для бесстрашных есть и более свежая версия, 15-я, но она уже Current, то бишь тестируемая и нестабильная. И скачать ее можно только с этого зеркала, ссылку на которое я оставлю в описании. Далее пишем систему на флэху или подключаем виртуальную машину и запускаемся с образа. Обратите внимание, что для установки Slackware нужно не менее 20 гигабут дискового пространства, так как система сразу после установки и обновления занимает 15 гигабут дискового пространства. Я буду демонстрировать установку системы и установку пакетов в системе на Slackware 15. И сразу хочу сказать, что все продемонстрированные далее действия одинаковы для любой свежей версии этой системы. А если ты хочешь сразу перейти к той части, где я продемонстрирую, как устанавливать пакеты на эту операционку, то можешь перемотать ролик вперед с помощью тайм-кода в описании под роликом. Итак, запустившись с образа, попадаем в консоль и жмем Enter. Начинает разворачиваться система. После чего вводим тут root и потом переходим к разметке диска. Вводим CFDisk. Далее выбираем таблицу разделов DOS, после чего размещаем диск, как это продемонстрировано у меня. Потом вводим Setup. И далее я продемонстрирую установку без комментариев, чтобы не растягивать хронометраж. Просто повторяйте за мной. Остановлюсь только на тех местах, где это будет необходимо. Продолжение следует... Тут вводим имя компьютера. И тут повторяем то же самое. А тут выбираем местоположение. Здесь вводим пароль для рута, который должен состоять из шести символов. Меньше нельзя. Потом перезагружаемся. И запустившись в систему, логинимся под рутом. И далее создаем юзера, прописывая следующую команду. Где на юзеров? Это имя моего пользователя. Далее создаем пароль для только что созданной учетной записи. Пароль должен содержать шесть символов. Меньше нельзя. Потом вводим следующее. И попадаем в редактор, где с помощью стрелок спускаемся вниз. Находим вот эту строчку и стираем у нее в начале решетку и пробел. После чего нажимаем Ctrl-O, Enter и Ctrl-X, чтобы сохранить изменения. И далее прописываем следующее. В этом редакторе находим данную стропу. И меняем значение в ней на 4. И сохраняем файл. После чего открываем файл Sudowers в редакторе. Спускаемся вниз файла. Находим эту строчку. И убираем у нее в начале решетку и пробел. После чего сохраняем файл. Далее прописываем Reboot. После чего система загрузится в графическую оболочку. На экране входа жмакаем сюда и выбираем XFCS все. Потом вводим логин и пароль. Обязательно от обычного юзера. И входим в систему. А теперь приступаем к установке пакетов. Которую можно выполнить несколькими способами. Первый способ. Это установка пакетов из репозитория в Slackware. С помощью пакетного менеджера Slackpack. Для этого в консоли переходим в root и выполняем эту команду. Происходит обновление пакетной базы. Теперь перед тем как установить пакет. Надо посмотреть существует ли он вообще в репозиториях. Для этого вводим в Slackpack search и имя пакета. Который хотим установить. После чего пакетный менеджер находит нужный пакет. И такой пакет у меня уже установлен. Но если его нету и нужно установить. То вводим в Slackpack как install и имя пакета. И произойдет установка. Минус в том что в репозиториях очень мало пакетов. И например установить браузер хром таким образом не получится. Поэтому переходим ко второму способу. Здесь нам понадобится открыть браузер и зайти на сайт Slackbilt. Тут в поиске забиваем название нужного нам пакета. И скачиваем вот этот архив. Потом в терминале заходим в папку куда был скачен файл. И разархивируем его вот этой командой. Потом переходим в папку разархивированного файла. И вводим следующую команду. После чего ждем пока завершится процесс. И далее я буду демонстрировать процесс без комментариев. Так как этот алгоритм одинаков для установки всех файлов подобным образом. Остановлюсь только там где необходимо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь переходим обратно в браузер. И жмем по ссылке Slackdesk. И на открывшейся странице копируем все содержимое. И вставляем в открытый в терминале редактор и сохраняем. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь очень важно правильно написать название файла. Поэтому не поленитесь зайти в папку куда загружен файл и посмотреть его название. После выполнения этой команды мы получаем итоговый файл, после установки которого программа будет полностью установлена в системе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Минус этого способа в том, что не все пакеты можно устанавливать с его помощью, а только те, которые имеют в своем архиве файл конфигурации. Поэтому переходим к третьему способу. Для этого на сайте SlackBild вводим имя пакета и переходим на страничку с нашим пакетом. Тут скачиваем вот этот архив И этот архив Потом с помощью проводника заходим туда, где лежат загруженные файлы И с помощью терминала разархивируем архив, содержащий файл SlackBild Не поленитесь предварительно открыть архив и проверить его содержимое, чтобы распаковать то, что нужно После чего в распакованную папку закидываем второй архив Потом переходим снова в консоль И тут переходим в папку, которую вы перед этим распаковали И находясь в этой папке, заходим в root После чего выдаем файлу SlackBild права через chmod.x И выполняем этот файл Субтитры создавал DimaTorzok На выходе мы получаем установленный пакет Этот способ подходит для установки уже большего количества пакетов Но все равно некоторые пакеты, например такие как Chromium, можно поставить только следующим способом Для этого пишем имя пакета и слово SlackBild в поиске И среди ссылок ищем ссылку на зеркало SlackBild Далее переходим на зеркало SlackBild, где скачиваем уже готовый пакет для установки И устанавливаем его Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и последний способ установки пакетов через утилиту SBO Packer С псевдографическим интерфейсом Для этого нам понадобится зайти на сайт утилиты, скачать ее И установить Потом запускаем утилиту командой SBO Packer Обратите внимание, что взаимодействие с этой утилитой происходит с помощью кнопок Tab, Enter и стрелок на клавиатуре И выбираем самый верхний пункт Синхронизация И синхронизируем пакетную базу И далее я без комментариев продемонстрирую процесс установки пакетов через эту утилиту Остановлюсь только там, где это будет необходимо Здесь вводим имя пакета и жмем Enter И далее если пакетов несколько, то появится несколько записей А если пакет один, то будет одна запись Выбираем нужную запись И нажимаем, а доток уйдет Готово! Пакет установлен Таким вот интересным образом можно установить программы и утилиты в этой операционной системе Поэтому большинство людей пользуются дистрибутивами с нормальными пакетными менеджерами Чтобы не ебаться с установкой этих пакетов и не тратить кучу времени на примитивные по сути задачи Ну а на этом все Обязательно пишите больше комментариев Так вы продвигаете видосы ввысь Все команды и ссылки использованные в ролике я прикрепил в описании И ежели вам что надо будет Вопросы или предложения Пишите в мою телеграм группу линукс поддержки или мне в личку вконтакте Смотрите мой канал и всего вам доброго!